На вручение Нобелевской премии нужен фраг или смокинг, а на Каннский фестиваль подойдет черный льняной пиджак. На прием к королеве обязательный серый костюм-визитка. Все ситуации от свадьбы до корпоративного торжества имеют свой дресс-код. Разбираем все по порядку. Я Александра Пинкевич, автор курса по мужскому стилю. В курсе собран личный опыт работы с дизайнерами и ателье от Москвы до Нью-Йорка. В любом деле, требующем мастерства, лучше довериться эксперту. Так поступают успешные бизнесмены и политики, мои постоянные клиенты. Для начала я расскажу о нескольких степенях формальности. Первый – BB – бизнес-бест. Официально деловой стиль, экипировка для деловых мероприятий, презентаций и конференций. Костюм здесь высококачественный, дорогой. Обычно темно-синий или серый. Предельно строгий, консервативный, возможно, двубортный. Белая и голубая сорочка, французские манжеты-запонки, платок на грудный карман и туфли Оксфорды. А на галстуке сейчас послабление. BF – бизнес-формул. Формальный деловой стиль, хорошо сшитый костюм из классической шерсти, темно-синего или серого цвета. Распространенный стандарт. BSC – бизнес-смарт-кэжелл. Неофициально деловой стиль. Свободный и непринужденный внешний вид предполагает ношение неформального делового костюма или брюк с пиджаком. Сюда подойдут пиджак, блейзер. Неофициальный костюм в сочетании с менее формальными сорочками, рубашками пола, свитерами, без галстука или неформальными галстуками. Летние льняные, шелковые и хлопковые костюмы. CF – кэжелл фрайдэй. Пятничный стандарт. Неофициальный и даже неделовой стиль одежды. Пятничный стандарт позволяет чувствовать себя свободнее, располагает к общению с коллегами. Повседневные вещи элегантного покроя – классические прямые джинсы, вельветовые брюки, высококачественный трикотаж, яркие неофициальные пиджаки, такие как сафари и френч, рубашки в клетку и другие орнаменты, обувь мокосины, монки и ботинки. SC – смарт кэжелл. Элегантная повседневная одежда. Вечерние дресс-коды. After five – вечернее мероприятие, коктейль после пяти вечера, формальная одежда, модный костюм или блейзер, если он заявлен в дресс-код. Дресс-код black tie – значит смокинг обязателен. А black tie invited – смокинг приветствуется и желателен, но может быть заменен на похожий на него костюм черного цвета с бабочкой. Для дресс-кодов white tie и ultra formal нужен всегда только фраг и соответствующие аксессуары. Здесь не допускаются никакие замены и компромиссы. Рекомендации. Вечерняя одежда для мужчины – это кодекс правил, в котором слишком мало места для вольности. Смокинг – вещь вечерняя. Надевать его нужно, когда в приглашении указан дресс-код black tie или когда вы идете на премьеру в оперу. Классический смокинг – черный с лацканами из атласа или шелка в рубчик. Куговицы на смокинге обтянуты той же тканью, что и лацканы. Историческая функция гладких шелковых лацканов – позволять пеплу сигар соскальзывать, не оставаясь на пиджаке. Но лучше не подвергать их подобному испытанию. Брюки должны быть из той же ткани, что и смокинг. Вдоль внешних боковых швов на брюках должны быть лампасы из того же материала, которым отделаны лацканы. Смокинг может быть как однобортным, так и двубортным. Все однобортные смокинги должны застегиваться на одну пуговицу. У смокинга либо заостренные лацканы, либо шалевые. Под смокинг с заостренными лацканами стоит надеть жилет, а под смокинг с шалевыми – пояс кушак. Брюкам для смокинга, как правило, не нужен ремень за счет высокой, хорошо скроенной талии. Область пояса в таких брюках перекрывается широким кушаком. Для брюк с широкой талией подойдут подтяжки, которые можно скрыть под жилетом. Складки такого пояса кушака всегда направлены вверх. Раньше в складки помещали билеты в оперу. Старину шутили, что в них собираются крошки от легких закусок, которыми вас угощают. Под смокинг надевают белую сорочку. Манжеты-сорочки одинарные, а не двойные, как французские. Но они все равно застегиваются на запонки, а не на пуговицы. Сорочка с воротником стойкой и отгибающимся уголками желательно, но в наше время не так уж и обязательно. К тому же она подойдет только под однобортный смокинг с заостренными лацканами. Под смокингом не должно оказаться сорочки с воротником боттендаун. Сзади у смокинга может быть две шлицы. Или же он может обойтись без шлицы вовсе. Это классический вариант. Обувь к смокингу должна быть черного цвета, по традиции лакированная. Но гладкие черные оксфорды тоже подойдут. К черной обуви, разумеется, нужны черные носки. Правило гласит, надевать к смокингу бабочку. Лучше уметь самостоятельно ее завязывать, чем покупать готовую. Бархатные смокинги это очень красиво. Но во-первых, они для тех, кто уже умеет управляться с классическими смокингами. А во-вторых, для тех, кому классические успели наскучить. С жилетом пиджак можно носить расстегнутым. А также можно снимать пиджак без стеснения по поводу этикета. Это был последний из четырех основных разделов курса. Больше деталей и рекомендаций я прилагаю в отдельных презентациях по каждой теме. Подписывайтесь на мой блог в инстаграме pinkevich.style